Некоторые герои комиксов тратят все свободное время на борьбу с преступностью и по уши погрязли в долгах. Однако есть те, кому повезло родиться в богатой семье. Настало время определить самых богатых персонажей комиксов Marvel. Конечно эти цифры условны, состояние героев в комиксах постоянно меняется, да и не оба всех из них публиковали точные данные. Почитывались все активы и предприятия, упомянутые в комиксах. В материале выбран максимальный доход героев за все время их деятельности. Один, Макс Иезенхарт, Магнета, состояние, 500 миллионов долларов Магнета, не только самый могущественный мутант, но также и один из самых богатых. В свои ранние годы Макс Иезенхарт лишь испытывал уровень сил, которыми обладает. Им двигала жажда мести за травмы, полученные во время пребывания в концлагере нацистов. Путем запугивания, пыток и убийств, Магнета выяснил, где находится главное золото хранилища Третьего Рейха. Добравшись туда, он уничтожил всех, кто стоял у него на пути и благополучно забрал весь золотой запас. Это стало его начальным капиталом. Магнета продолжил приумножать свое состояние и пытался доказать всеми миру, что мутанты – неотъемлемая часть общества. Он создал братство мутантов, а в дальнейшем стал владельцем и правителем целого острова – Геноши. Кроме того, благодаря способностям к магнетизму Максу не представляет никакого труда заполучить руду прямиком из недр Земли в любой момент, ведь его способности распространяются далеко не на одно лишь железо. 2. Питер Паркер – Человек-паук. Состояние – 2 миллиарда долларов. Все привыкли видеть Питера Паркера бедным студентом, который хватается за всякий шанс подзаработать. Но в последние несколько лет дела у супергероя обстоят совершенно иначе. Во время сюжета Супериор Спайдер Мэн – один из давних врагов Человека-паука, доктор Осьминог, придумал грандиозный план по обмену телами с ничего не подозревающим супергероем. План удался – злодей занял место Питера Паркера, оставив свое бездыханное тело, внутри которого находилось сознание супергероя. Отто Октавиус всеми силами хотел продемонстрировать миру свое превосходство и доказать то, что он более совершенный Человек-паук, нежели Паркер. Именно поэтому в кратчайшие сроки Октавиус защитил докторскую степень, удовлетворил собственные амбиции и на руинах лаборатории Horizon Labs решил возвести фирму, которой дал броское название – Паркер Индастрис. Несмотря на череду неудач, предприятие продолжало развиваться, а затем составило конкуренцию таким гигантам, как Старк Индастрис и Алчамакас. Когда Питер Паркер вернул контроль над своим телом, он удивился обретенному успеху и решил воспользоваться им на благо общества. Фирма занимается разработкой технологий, которые должны облегчить повседневную жизнь людей, сделать ее более безопасной и удобной. Например, различные устройства для инвалидов, инновационные киберпротезы, поднимающие людей на ноги, антидот от сыворотки зеленого гоблина, нанотехнологии, применяемые в медицинской сфере, а также различные устройства для полицейских, помогающих им удерживать суперзлодеев. Помимо этого, Паркер производит гаджеты и для своего альтер-эго, различную паучью технику, от автомобилей до вертолетов, а также множество костюмов. Хоть Питер и остается скромным человеком, стараясь выписывать себе практически минимальную заработную плату, суммарная стоимость акций его предприятия составляет порядка 2 миллиардов долларов. 3. Чарльз Ксавьер, профессор Икс. Состояние 3,5 миллиарда долларов Своё состояние Чарльз Ксавьер унаследовал от родителей, зажиточного ядерного исследователя доктора Брайана Ксавьера и его жены Широн Ксавьер Марка. Однако, получив в своё распоряжение огромные богатства, молодой человек не стал их транжирить или пускать в бизнес. Так как с ранних лет у Чарльза стали проявляться способности к телепатии, то он стал изгоем среди сверстников. Эта душевная травма побудила его заняться благотворительностью. Ксавьер всеми силами пытался предотвратить различные военные конфликты, вливая огромные суммы в миротворческие войска. А также старался всячески помогать обездоленным, инвалидам и просто тяжело больным людям. После того, как Ксавьер закончил помогать жертвам военного конфликта в Израиле, он вернулся домой с единственной целью — открыть школу для одарённых детей. Вложив в неё довольно крупную сумму, Чарльз решил не останавливаться и начал развивать учебное учреждение всеми доступными способами. В скором времени школа обзавелась обширным подземным комплексом и техникой, среди которой были несколько самолётов и автомобилей. Кроме того, богатые ученики Чарльза всячески пытались помочь своему учителю и вкладывали в детище всей его жизни огромные суммы. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!